Автор привел аяты, которые рассказывают, в этих аятах Аллах Субхану Талли говорит о людях, которые последовали за своими страстями, желаниями своего нафса. И они в итоге, что еще они сделали? Они погубили молитву, они погубили намаз. И пришло вслед за ними, за ними за кем? За пророками. За пророками пришло поколение, погубили намаз и последовали за страстями, и встретят они ад, кроме тех, которые покаялись и уверовали, и совершали благие деяния. Вот такие войдут в рай и не будут ни в чем обижены. После пророков пришли такие поколения. Почему после пророков, откуда мы знаем? Потому что в предшествующем аяте сказано о пророках. Пришло это поколение, они не пошли по пути пророков. Они погубили намаз и последовали за страстями. Что значит погубили намазы? Погубили намазы, значит, были небрежны в намазах. Значит, они не соблюдали шарты условия намазов, как очищение перед намазом, закрытие аурата, направиться к кибле. Не соблюдали рукные столпы намаза, как туманина, спокойное совершение намаза, спокойствие в руку, в суджуде, при стоянии, при сидении, спокойствие, размеренное совершение намаза. Они не соблюдали обязательное предписание намаза. Как, например, просить прощение у Аллаха, субхану Аталия, между умира саджда, рабби-фи или рабби-фи, или мы просим. Или тасби, субхану Аллах или Азим, или субхану Рабби или Аля, в суджуде и в руку, в ташахуде и так далее. То есть, ташахуд не делали, да? Первый ташахуд, это обязательно. Второй ташахуд, это что? Второй ташахуд намазе, это что? Это рукун, это столпа. Первый ташахуд, это ваджиб, обязательно. И так далее. Они погубили намаз еще хуже, чем то, что мы сказали. Вопросе этом, то есть погубить намаз, как еще хуже, это когда люди не делают его вовремя. То есть, совершают намаз после того, как уже выходит время намаза. Хорошо? Конечно, может человек совершить намаз после его времени по какой-то уважительной причине. Либо забыл, либо что? Проспал, например. Хорошо? Сделал все возможное, чтобы проснуться, но не смог проснуться. Тогда есть уважительная причина. Такой человек, его намаз будет принять, даже если он совершил его не вовремя. Но если нет уважительной причины, человек совершил намаз не вовремя, значит намаз от него не принимается. Отвергается этот намаз, хоть он тысячу раз будет его переделывать. Если ты не сделал намаз вовремя, без уважительной причины, тысячу раз переделывай его, бесполезно, потому что намаз, он установлен Аллахом в определенное время. Сказано вот, и они последовали за страстями. То есть у них только одна забота была, как удовлетворить свои желания, свои страсти. Что живот хочет об этом, желаниях желудка, желаниях половых органов, об этом только они думали. Как ублажить свои тела, как Нур-Каим говорит, рабы глины и воды, потому что плоть состоит из глины и воды. Рабы глины и воды погубили намаз, допасет Аллах Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля потом говорит, возьми, сделай для них. Какое? Встретят они гай, встретят они ад или долина воду, гай. Встретят они погибель, это угроза от Аллаха Субхану Ва Тааля. Почему так? Потому что воздаяние, оно подобно деянию. Что они сделали, то они и встретили. Кроме тех, которые покаялись, уверовали, совершали благие деяния, они войдут в рай и не будут ни в чем обижены. Субхану Ва Тааля. Субхану Ва Тааля.